Это видео к семинару 1, задание 4. Задание у меня открыто здесь. Давайте посмотрим. И в программе стата у меня открыт индивидуальный файл данных. И это 15-я волна. Давайте посмотрим теперь, как в программе стата получить простые распределения. До этого мы использовали команду CodeBook и мы видели простые распределения значений переменных, если их было не так много. Давайте теперь посмотрим на распределение дихотомической переменной, которая покажет нам, какую анкету заполнял индивид, взрослую или детскую. Мы можем с вами использовать меню. Здесь представлен путь до одномерных таблиц. Соответственно, из раздела статистика. Если мы берем статистику, дальше описательные статистики, дальше вот здесь есть простые распределения и одномерные таблицы. Мы получаем вот такое окно и мы можем выбрать нужную нам категориальную переменную. Давайте немножко спустимся. Вот я нашла нужную нам переменную. И если я нажму окей, то я получу вот такое такое распределение. Эту переменную я выбрала. Давайте еще раз. Значит, я иду по пути распределения одномерной таблицы. И мне нужна переменная. Вот. Взрослый. Давайте ее выполним. Предыдущую команду я уберу. Значит, я ее выделяю, нажимаю правую кнопку мыши и нажимаю удалить. Итак, у нас получился с вами output. Мы здесь его видим на экране, но у меня также открыт файл для output. Напомню, что это сделается вот в команде log. Мы могли его открыть, но сейчас она уже открыта, поэтому мы при необходимости можем этот файл посмотреть. Итак, мы получили простое распределение. Мы видим количество кейсов. Мы видим проценты. И, соответственно, можем сказать, что из всех опрошенных 85% это люди от 14 лет и старше. Но что не очень удобно, то, что мы здесь видим лейблы для градации, для значений, но не видим сами значения. Мы не знаем, как они закодированы. Хотя это можно посмотреть вот здесь, если мы спустимся в левом верхнем окне до нужной нам переменной. Вот она. Соответственно, мы можем вот здесь ее посмотреть, если откроем замочек и посмотрим на значения, которые здесь есть. Ну, есть более удобный вариант. Давайте попробуем тоже из меню. Повторим одномерные таблицы. Здесь есть некоторые опции. Ну, например, мы можем показывать миссинги, мы можем не показывать распределение. Мы можем показывать, вот видите, коды вместо value labels. Давайте вот здесь нажмем, поставим галочку и посмотрим, что у нас получилось. Вот в чем разница. У нас команда та же самая, но после запятой у нас получилась опция no label. То есть не показывать лейблы. И мы видим значение. Нет взрослого вопросника. Это ноль. Есть взрослый вопросник. Ну, цифры остаются, разумеется, те же самые. Давайте теперь посмотрим, как изменятся результаты, если мы возьмем репрезентативную выборку. Потому что сейчас у нас пока лонгитюдная выборка. В ней присутствуют также индивиды, которые переехали. И репрезентативную выборку мы можем получить двумя путями. Во-первых, мы можем использовать переменную. Вот она. k.org.sm, адрес репрезентативной выборки. Эта переменная принимает значение 1 и 0. И, соответственно, если мы поставим условие, что эта переменная у нас принимает значение 1, то мы получим репрезентативную выборку. Ну, давайте тоже попробуем сделать через меню. Идем в статистики. Находим распределение, одномерные таблицы. Здесь у нас стоит сейчас отмена лейблов. Давайте это снимем. Но мы можем вот во второй закладочке задать условия. И здесь вот мы видим, что мы можем нашу команду ограничить наблюдениями, которые удовлетворяют определенным условиям. Здесь я могу создать определенные условия. Вот здесь есть папка с переменными. Если я нахожу нужную мне переменную, вот она. Я два раза щелкнула по этой переменной. Дальше я могу задать условие. Вот равно здесь двойное равенство и единица. Соответственно, вот это условие задает нам репрезентативную выборку. Окей. И дальше, соответственно, то же самое. Если я нажимаю, то вы видите, что у нас изменилось количество кейсов. То есть в репрезентативной выборке у нас 10 711 кейсов, а в лонгитюдной 14 689 кейсов. Ну и немножко изменились проценты. Здесь 87% взрослых, здесь 85%. Ну вот эти данные, вообще говоря, надежнее, потому что они принадлежат к репрезентативной выборке. Второй вариант, который позволит вам иметь тоже репрезентативные данные, это использовать весовой коэффициент. Вот если вы видите здесь переменную k-i-n-w-g-i-t – это от слова weight. Соответственно, это посттратификационный вес для индивидов. Давайте тоже перейдем опять в наши команды. Найдем одномерное распределение. Вот by это мы уберем. Соответственно, условия я уберу. Вместо этого я перейду в следующую закладочку. И здесь у меня есть веса. Но чаще всего используется опция аналитические веса. Вот вы видите, веса по важности очень редко используются для частоты. И те веса, которые у нас есть, они не подходят, так как это дробное число. Ну, если вы что-то забудете, вот здесь можно нажать help. И, соответственно, давайте найдем нашу переменную с весом. Вот она. Так, и теперь, если мы нажмем окей, вы увидите, чем отличается команда. Всегда все равно в начале идет сама команда, дальше переменная. А дальше, смотрите, в квадратных скобках идет уточнение, что это аналитический вес. И используется вот наша переменная. Ну, что мы здесь видим? У нас уже здесь частота не целочисленная. И она отличается от той частоты, которая у нас была до этого. Это американская система, поэтому запятая здесь разделяет не десятичные знаки, а разряды. А точка у нас отвечает за десятичные знаки. Ну, и обратите внимание, что мы вернулись к весам тем, которые у нас практически были до того, как мы взяли репрезентативную выборку. Ну, вообще говоря, те результаты, которые мы получаем с использованием весового коэффициента, они более надежны, потому что они лучше соответствуют генеральной совокупности, по крайней мере, по полу и возрасту. Давайте теперь посмотрим на другую переменную, посмотрим на распределение переменной семейное положение. Соответственно, я опять иду в статистику. Дальше иду к чистоте и иду опять к одномерной табличке. И выбираю ту переменную, которую я первоначально взяла случайно, тогда я ошиблась. Ну, и давайте без всяких опций просто посмотрим распределение. Ну, что мы первое, что видим, что здесь количество кейсов меньше. Да, у нас остались здесь веса. Давайте это я уберу. Так, значит, сейчас еще раз. Я забыла вот здесь отключить веса. Так, окей. Ну, и что мы можем увидеть, что вот в нашей первоначальной табличке еще до взвешивания у нас было 14 689 кейсов. А здесь мы можем увидеть, что у нас 12 464 кейса. Это происходит потому, что для детей младше 14 лет это переменная принимает пропущенное значение или миссинг. Ну, хотя зачем у детей 14-15 лет спрашивать, я тоже не очень понимаю. У нас состояние в браке разрешается с 16 лет. Ну, может, кто-то в таком молодом возрасте и живет в неформальном браке, но я сомневаюсь. Но на самом деле, помимо этого, даже и у взрослых могут быть в этой переменной пропущенные значения. А здесь пропущенные значения игнорируются. Поэтому мы можем к этой команде добавить определенные опции. Ну, давайте мы с вами уже не пойдем в меню, а просто вручную к этой команде. Вот я ее, если здесь щелкаю, то она у меня отражается вот в этом окне. И здесь я могу после запятой дописать английскими буквами миссинг. Вот посмотрите, пожалуйста, на разницу. Теперь у нас правильное количество кейсов 14 689. И мы видим, что 2 225 человек на этот вопрос не ответили или не отвечали. Но что еще здесь достаточно важно, это то, на какой совокупности или на какой базе мы смотрим распределение. Дело в том, что этот вопрос задают только тем, кто старше 14 лет. Поэтому, вообще говоря, мы должны задать определенные условия. Если посмотреть распределение, если кейсы являются взрослыми, ну, респондентами. И мы, соответственно, можем добавить вот такой, изменить неким образом команду. Смотрите, я предыдущую команду сюда скопировала. Миссинг я оставляю. Но я хочу добавить условия, так же, как мы это делали вот здесь. Вот, у меня было условие, что у меня респондент принадлежит к репрезентативной выборке. Я могу на самом деле это скопировать. И вот в мою команду я могу добавить такое условие. Дописать if. Ну, дальше я для наглядности сделаю скобочки. Вот, вставлю то, что я скопировала. Добавлю знак i. И напишу, что у меня респондент взрослый. Вот я найду лучше эту переменную в списке, чтобы ее не печатать и не ошибиться. Так, вот у меня взрослый. Значит, я ее нажимаю сюда. И взрослый, я тоже хочу два знака равенства, чтобы это у меня был взрослый. И по-прежнему миссинге остается. Ну, вот в чем разница. Значит, у меня взрослых старше 14 лет 9 320 человек. И из них 17 человек на вопрос, ну, не ответили или, ну, вряд ли они затруднились ответить. Во всяком случае, ответа от этих людей у нас нет. Ну, это небольшое число, то есть 0,18% от всей выборки у нас не ответили. Давайте теперь возьмем другую переменную. Мы возьмем ту команду, которая уже была выполнена. Да, я хочу тоже, чтобы это были у меня взрослые из репрезентативной выборки, чтобы у меня отражался миссинг. А переменную я вот здесь могу заменить. И я хочу взять переменную, вот, которая здесь у меня видна. K-POP-08. Это профессиональная группа. Давайте я нажму. Вот у меня получилась такая команда. И, соответственно, если я ее выполню, то у меня получается вот такое распределение. И, соответственно, мы здесь видим, что есть довольно интересные варианты ответа. Ну, точнее, это люди не ответили. Это было как-то закодировано. Затрудняюсь ответить. И отказ от ответа. Соответственно, раз. И второе. Я вижу, что 4555 взрослых у нас не ответили на этот вопрос. Ну, и, соответственно, это люди, которые не имеют работы. Ну, помимо тех, кто отказался ответить. Мы, к сожалению, эти ответы видеть фактически не можем, потому что даже если мы сделаем no label. Давайте вот я добавлю сюда, где у меня здесь было. Так, 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 так. Так вот. No label я могу скопировать здесь. И в последней команде, вот, missing, после missing я могу еще добавить no label. Но вы видите, что здесь очень неудачный вариант, потому что мы эти числа видим в таком виде. И реально мы не знаем, как они выглядят. Ну, в принципе, конечно, мы это знаем, потому что у нас обычно есть три типа ответов. Вот затрудняюсь ответить и отказ от ответа. Есть еще вариант нет ответа. И обычно это кодируется восьмизначными цифрами, числами. Не затрудняюсь ответить. Обычно это семь девяток семь. Отказ от ответа семь девяток восемь. И нет ответа. Это восемь девяток. Ну, если мы перейдем вообще в раздел данных вот здесь, то, в принципе, мы можем добраться до нужной нам переменной. Так. Посмотрим. Это уже дальше, значит, ближе сюда. Вот она. Ну, и если мы отключим здесь метки, то мы можем немножко прокрутить наши данные. Ну, не попадаются у меня где-то эти вот значения. Вот, например, человек сказал, что он затрудняется ответить. Ну, для того, чтобы нам объявить миссингами это значение, нам нужно научиться преобразовывать, редактировать переменные. При этом для миссингов зарезервированы специальные значения точка А, точка Б, точка С и так далее. Это не очень удобно. Ну, и давайте в нашем следующем задании мы научимся объявлять миссинги. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...